1 сентября, в День знаний в Челябинске и МИАСе, будет проходить фестиваль «Талантливые молодежи Артишок-2016». И подробнее об этом мы решили спросить у одного из организаторов фестиваля, заместителя председателя Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей» Екатерины Ивландевой. Доброе утро, Кать! Доброе утро! Доброе утро, Степан! Доброе утро, Мария! Екатерина, вот расскажите нам, в Челябинске 1 сентября запланировано такое масштабное мероприятие, очень яркое, вот об этом немножко подробнее. Действительно, 1 сентября в 14.00 парк Гагарина откроет двери всем первоклассникам, родителям, бабушкам, дедушкам, но не только первоклассникам, а вообще школьникам и тем, кто пожелает прийти поздравить малышей с таким знаменательным событием. В этом году у нас запланирован большой концерт, у нас будут и выступать дети, и много будет интерактивных площадок, и также будет детская дискотека. А скажите, пожалуйста, ведь в этом году в Челябинске юбилейный, 10-й фестиваль уже, да, есть какие-нибудь именно сюрпризы к юбилею, как будете юбилей отмечать все-таки? Мы планируем провести этот фестиваль на двух площадках, в городе Челябинске и в городе Миасе. Администрация города Миаса поддержали фестиваль, в этом году мы планируем его провести второй. Раз в 2012 году у нас опыт фестиваля такой уже был, и Миас очень бурно откликается, потому что действительно праздник знаковый, интересный. Будут выступать и миасские коллективы на сцене, и также приедут гости из Челябинска. У нас будут выступать и бальники, вот Виктория приезжает в свои коллективы, отправляет к нам в Миас. И также у нас будет выступать известная группа онлайн, подарит не только для детей будет праздник, но и также для родителей. А в Челябинске в честь юбилея что-то будет, чего не было еще ни разу задействовано? Будет праздник большой. Просто увлечение праздника, да? Да, мы планируем подарить каждому коллективу подарки. У нас их приготовила, поддерживает наш фестиваль уже неоднократно городская Челябинская дума. Ну и также нас поддерживает Челябинский областной детский фонд, который предоставляет книги. Они являются нашими партнерами несколько лет. Поэтому для детей будет много подарков, много сюрпризов. Ну и также у нас тема созвездия талантов. Я думаю, что это будет интересно. И в Миасе и в Челябинске она будет одинаковая, так скажем. Тема одна. Да, тема одна. Но вот как раз, Степан, вы будете представлять. Будете представлять. Да, и также телеканал УТВ является нашим генеральным партнером, который осветит. И тем телезрителям, которые не увидят, они могут посмотреть в новостях на телеканале УТВ. У них был большой хороший праздник для всех детей. Это всегда хорошо. Кать, а вот скажите, пожалуйста, мне интересно, вот за 10 лет этого фестиваля, а есть ли какая-то наметившаяся тенденция роста, вот этого вот развития детского творчества? Изначально больше ли стало талантливых детей? Да, вот мы расскажем, что вообще фестиваль изначально приглашал всех детей, и мы брали любые заявки и открывали двери всем самым маленьким, тем, кто не имеет никакого опыта. Заявок, к сожалению, ну как не к сожалению, наверное, большой радости стало много, и наш фестиваль не может дать возможность всех вместить. И поэтому второй год мы сделали конкурсную программу. Конкурсную программу уже присылают заявки. Вот из города Челябинска мы получили более 90 заявок, из которых отобрали только 20. Наверное, к нашему сожалению, потому что не можем так еще раз, да, я повторюсь. Есть временной формат, кстати. В городе Миасе у нас было 50 заявок, там также мы отобрали, по-моему, 16 коллективов, и Челябинск еще свои творческие номера везет показывать и поделиться творчеством своим. Но это лучшие коллективы, это коллективы, не обязательно имеющие имя. Самое главное, чтобы этот был номер ярким, зрелищным, интересным, и, наверное, давал расти другим коллективам, другим детям, чтобы они хотели заниматься творчеством, чтобы они пели, танцевали и так далее. Ну, то есть уровень, как я понимаю, он все-таки стал выше, правильно? Он стал выше, да. Извините, я просто в дополнение хотела еще, знаете, что спросить, а вот как отбор этих заявок проходит? Допустим, из 50 выбрать 16, вы отсматриваете? Мы отсматриваем, да, нам присылают видео, присылают заявку, мы смотрим номера, чтобы в номере было все так, как должно, наверное, быть, на хорошей сцене, в хорошем театре и так далее. Ну, чтобы был виден уровень, чтобы люди понимали, что должно быть, да, к чему нужно стремиться. И когда, например, нам задают вопрос, да, почему вы наш номер не взяли, мы приглашаем те творческие коллективы, которые не попали к нам на участие в фестивале «Артишок», мы приглашаем на сам концерт, говорим, смотрите, стремитесь, учитесь. И понимаете уровень, который вы должны добиться, да? Понимаете уровень, который должен быть, да. Чтобы выйти на сцену. Катя, а также мы знаем, что в рамках фестиваля «Артишок» организован конкурс рисунков. Да, мы также не хотели оставить детей творческих, те, кто рисует. Мы предложили конкурс детских рисунков «Дома и мечты». Дети нарисовали, несмотря на то, что лето, более тысячи рисунков. В Челябинске, в МИАСе предоставили более 500 работ. Они выложены и на сайте управления культуры, где люди могут голосовать за понравившуюся работу. И также на сайте администрации города МИАСа. Вот, не только жюри у нас могут выбрать работу, но и также сами зрители. А подождите, извините, а конкурс рисунков по годам он как-то поделен? Да, конечно, у нас три возрастных категории. Я уже подробно рассказывать не буду. У нас отбираются места первое, второе, третье и также призрительских симпатий. Первое, второе, третье в каждой категории? В каждой категории. Друзья, еще есть возможность проголосовать за лучшие работы. Заходите на сайт, голосуйте. А вот, Кать, а для героев дня, скажем так, 1 сентября, для первоклассников, вот что для них предусмотрено? Да, у нас второй год. Такая история хорошая, наверное, и уже мы, наверное, надеемся, что это будет традиция. Мы приглашаем с разных районов города первоклассников, настоящих, живых, с родителями. С фантами, в школьной красивой форме. Они к нам приходят, их будет более 100 человек. В Мясе и в Челябинске они, каждый получит свой персональный колокольчик, выйдут на сцену и прозвенят свой первый звонок. Я думаю, что для них это очень трогательно. И, наверное, и родители, и дети запомнят этот звонок на всю жизнь. А вот эти первоклассники, они тоже проходили конкурсный арбор? Проходили конкурсный арбор? Проходили конкурсный арбор? Нет, мы приглашали школы, те школы, которые нам подали заявки, мы уже открыли для них двери и с удовольствием их ждем 1 сентября. Ну что ж, мне кажется, замечательный, достичный праздник получится. Главное, что будет море детских улыбок, море детского смеха, море ярких блестящих детских глазок. Это хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была заместитель председателя Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей» Екатерина Яглантьева. Ну а далее, как всегда, у нас время выпуска новостей.